Гамарджоба, друзья, или как говорят в Корее, а не асио. Корея, несмотря на свои относительно небольшие размеры, имеет достаточно много красивых и интересных мест, как для путешествий, так и просто для отдыха. И сегодня я вам покажу одну из них, а именно остров Джиджудо. Звать меня Анатолий Мун, вы на канале Чармого, и всем привет из Кореи. Приятного просмотра! Мы отъехали в порт, в городе Вандо. Сейчас пойдем уточним на терминале. Вот так вот выглядит порт изнутри. Как-то интересно получается, в этом порту билеты на человека здесь и приобретаются, а билет на автомобиль где-то вот там. Вот эта будка продает билеты, не поверите, это вообще капец. Нам осталось еще подождать целый час до продажи билетов. За 2 часа до отправки, даже за 1,5 часа до отправки начинают продавать билеты. Здесь достаточно все просто. Порт относительно небольшой, и все-таки вот на этом лайнере мы поплывем. По крайней мере, что самое интересное, хочу рассказать. Сейчас мы выстроились в очереди с автомобилями, то есть билет на автомобиль все-таки покупается отдельно. Стоимость билета 130 тысяч вон, это получается 105 долларов. И на человека нужно покупать отдельно еще билет. Но мы пока еще не купили билеты на человека, но уже приобрели билет на автомобиль. Приводел. Короче, я заблудился. Я не знаю, куда здесь выйти, наверное, выхожу прям оттуда же, откуда и заехал. Но я не один такой. Дом, вдвоем, они же там выходят еще. Я думала, ты отсюда выйдешь сверху. Да не знаю. Достаток себя отвезти туда или туда. В принципе, разобраться можно. А то странно бы получилось. Автомобиль бы сейчас уплыл, а мы бы остались. Ну, теперь точно известно, сколько стоит билет на автомобиль. Это 130 тысяч вон, а билеты на человека по 30. В ГОО общая сумма выходит 190 тысяч в одну сторону. Не кисло. 13 тысяч рублей. Давно не было такого необычного настроения. Спириан. Да, я прям говорю вот в принципе, уфей. Ира говорит, мы все-таки будем плыть стоя, потому что мы сэкономили на этом кучу денег. На джи-джудо мы будем в половину седьмого. Мы пока еще не решили, что куда мы направимся. У нас, в принципе, есть план, как передвигаться по острову. Я думаю, все катать не будем. Хотя можно, почему нет. Время, в принципе, у нас есть. Теперь произвели проверку документов. Мне, кстати, что-то немного стремновато как-то. Блин, высокую, капец. Немного показал, как стояли наши автомобили. А вот здесь уже более-менее. А вот тапки снимай. Это крутяк вообще. О, мы отходим, Ир. Слушай, ну неплохо отходить в зал, да? Слушай, ну неплохо отходить в зал. Слушай, ну неплохо отходить в зал. Слушай, ну неплохо отходить в зал. Это все люди стоят в очередь, кто приехал на автомобиле. То есть, у кого, а потом, у нас будет зал. Честная очередь, чтобы занять и вставок на автомобиле. Слушай, ну неплохо отходить в зал. сняли бы номерок в таком отельчике такой достаточно интересный и грязный относительно чистенький номерок это то что мы всего ли были всего ли то же самое есть окошечки так аккуратненько ничего лишнего холодильничек того чтобы переночевать на этом острове больше не нужно я не знаю заморачиваться сейчас мы попробуем пойти покушать что-нибудь слушайте она самый обычный город сам обычный корейский город все те же самые магазины вот но только находимся мы на острове и без твою соли сенька я матом цен и при но мы пешли до сумасшедшего рынка его передачи какой-то показывали этот безумный рынок я не знаю вы сейчас покажу вам часть по это просто можно с ума сойти такие вещи здесь происходит это все во время этого вида ребят это просто сумасшествие какое-то я не знаю я еды просто офигеваю вообще как такое возможно этого вида это про все есть в не Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Потому что там целое шоу в плане того, что они готовят. Это вообще, конечно, можно забалдеть. Красоту они исполняют. Мы не можем найти, что нам покушать. Мы сейчас решили дойти до набережной. Это, кстати, очень больно. Здесь очень много отелей. Вот этих отелей, гостиниц вообще. Прямо вот подряд. Так, вроде бы нашли какую-то кафешечку. Сундакок я не хочу. Еле как объединились в нашли кафе. Сейчас приедем качу. Я сказал, спасибо, было очень вкусно. 18 черников. Слушайте, ребята, ну вот попробуйте у нас в Москве поужинать на... 14... А, 18, да? 18, это сколько? Ну, грубо говоря, на 1500 рублей. Плюс выпить одну маленькую бутылочку. Ну, конечно же, у вас не получится, потому что не получалось где-то и у меня. Это, в принципе, нереально. А здесь, в острове Джеджи-До, где мы находимся сейчас, это просто дикость какая-то. Мы поужинали, выпили. Я наелся вообще до Ашвабу, если сейчас дарусь. И это всего, всего на 1500 рублей. Самый большой минус во всей этой истории, это то, что нужно носить маску. Сейчас мы и без того наелись острова. Сейчас у меня аж потеют стекла, и плюс еще повышенная влажность здесь. В общем, Субтитры сделал DimaTorzok